Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору и сейчас из Иерусалима, из святого города Иерусалима. Значит, как сейчас стало вообще прекрасно в жизни, что можно сесть в самолет и прилететь за несколько тысяч километров вообще в другую часть света. Даже Израиль и Европа это разные части света. Представляете, Израиль находится на середине между Европой и, не знаю чем, Востоком и Азией, наверное, на такой вот он, на перекрестке, перетресточек такой, маленькая точечка на карте, когда мы подлетали. Вот видишь, Израиль, такая маленькая тоненькая полосочка на карте, прямо вот вдоль моря, такая малепусенькая. А столько разговоров про Израиль вообще, столько в жизни, сколько в мире вообще произошло изменение из-за этой маленькой тоненькой полосочки, да, за последние четыре тысячи лет, с тех пор, как Бог заключил с Авраамом союз и сказал, я тебе и твоему потомству дам эту землю. И с тех пор, вот вообще, просто, вначале был один Авраам, и он поменял тогда судьбу всего мира вокруг себя. Он был первый, который, еврей, это от слова ever, это на другой стороне. Он перешел на другую сторону от всего мира и сказал, вы знаете, а я вот понял, есть Бог. И дальше с Авраама, с одного человека, какая пошла после него такая прямо история. Но это все потому, что он заключил с Богом, Бог заключил с ним союз. Да, он заключил союз с Богом, Бог заключил союз с ним. Причем, интересно, этот союз шел через испытания. И одно из испытаний, которое Бог ему дал, это было испытание, испытание Бритмила. Сегодня мы поговорим чуть позже про Бритмилу. Но глубже войдем в эту заповедь. И вначале мы говорим о законе речи. Закон речи мы продолжаем изучать книгу Рава Зелега Плистина, которая называется «Береди свою речь». Значит, здесь мы опять же, мы пошли сейчас вглубь. Мы пошли вглубь в этой темы. То есть он шел от деталей к корням. Вначале что делать, вначале как делать, потом что делать и потом почему делать. Значит, мы дошли сейчас до момента почему. Те, кто сейчас только присоединились на моменте почему, то вам, когда вы поймете, почему это важно, воздерживаться от злоязычия, тогда вы сможете потом перейти на как. Как конкретно это делать, что говорить, что не говорить. Значит, вот писал Веленский Гаон. Был такой великий раввин, он жил в городе Вильно, Веленский Гаон. И он писал так. Значит, он писал. «Ни одно слово не пропадает, ибо все записывается. За каждым человеком подмечаются все произнесенные слова, как сказано в Коэлите в Экклезиасте, ибо птица небесная донесет голос, а ангел будет свидетельствовать». Получается, что... Ну, опять же, еще раз, в то время они говорили на языке, понятном каждому. Тогда люди только писали. Сейчас уже многие дети, они даже не знают, как ручка, наверное, выглядит. Они все время в айпадах. И даже вот в банках, меня больше всего удивляет, когда заходишь в банк, есть банки без бумаг. Причем давно уже, я помню, или 10 назад, в приватбанке, в центральных офисах не было бумаг. Все сидели, все было в электронном виде. И, скорее всего, вы знаете, я вот сейчас понимаю, они думали, что бумага, она как бы остается. А если ты в электронном виде, так не остается. Все остается. Все остается, все записывается. Каждое действие имеет последствия. Каждое слово имеет последствия. Просто на небе оно не записывается чернилами по бумаге, но создается такая информационная структура. Это легко понять, как человек звонит по телефону, по мобильному, и в другом конце мира, человек, находясь в пустыне, поднимает трубку и слышит голос или видит картинку. Точно так же информация, которая уходит в духовные миры, то, что человек сказал, она там где-то в духовном мире, который не занимает пространство. Эта информация, она там отпечатывается. Теперь дальше говорит нам Равзилек Плистин. Говорит, смотрите, произнесенные слова оказывают мощное воздействие не только в нашем мире, но и на небесах. Значит, и приводит он такое высказывание, что мудрецы в устной торе говорили, речи, сказанные на земле, превращаются в улики, из которых строятся обвинения в небесном суде. И вот тут сейчас, значит, мы дошли до момента, который объясняет очень многое в жизни. Вот я знаю людей умнейших, прекраснейших, и вот у них одни проблемы в жизни не везет, деньги не могут зарабатывать, у них просто не жизнь, а я, когда встречаю таких людей, я обращаю внимание на их речь. И оказывается, что вот в 99% случаев сразу видно, они прямо в речи сразу выдают свою систему мировоззрения, которая как раз и перекрывает им вообще любые возможности для успешной, счастливой, веселой жизни. Потому что, ну, их речь, она выстроена таким образом, что они вслух произносят, что у них ничего хорошего не будет. Вот просто и не замечают. Говорили мудрецы, что речи, сказанные на земле, превращаются в улитии, из которых строятся обвинения в небесном суде. И сейчас объясняется, как это работает. Как раз нам очень хорошо, что мы сейчас находимся перед Рошашана, как раз будет скоро день суда такого глобального, и мы сейчас узнаем. Говорится так, это прям, он сейчас нам дает из книги Зоар, из Кабалы, то есть это вообще тайны Торы он нам сейчас открывает. Сатан, Сатан это сила, небесный прокурор. Значит, небесный прокурор всегда готов обвинять. То есть есть специальная сила, да, в этом мире, как бы есть, ну вот законы, есть силы. Он уже структурирован с шести дней творения. И Всевышний специально создал силу, которая направлена против человека. Называется это сила Сатана. Это как раз сила объясняет, откуда взялся этот змей, который начал совращать Адама и Хаву. То есть Бог дает силу и дает свободу выбора, чтобы преодолевая эту силу обвинения, силу зла, подниматься на следующий уровень. Такая система, как человек, который хочет стать сильным, он поднимает штангу. Так вот, вот эта сила зла, она, Всевышний ее создал, она не самостоятельная. Всевышний ее создал специально, чтобы мы ее преодолевали, чтобы мы с ней боролись. Вот этот Ецерара, злое начало в человеке. Сатан. И вот этот Сатан, который на небе, который дает внешнюю реальность, через него идет внешняя реальность, всегда готов обвинять. Но ему требуется второй свидетель для возбуждения судебного процесса. Тоже понятная схема, Всевышний так сделал. Как раз Нигаев об этом, да, правильно. Значит, Сатан всегда готов обвинять. Это его должность, его профессия. Он прям, от него идет поток обвинений на каждого. Но ему требуется второй свидетель, чтобы включить судебный процесс. В суде, если один свидетель, мало ли, один пришел в суд и говорит, он мне должен миллион долларов. Судья говорит, секундочку, нужны еще свидетельства. Вот если два придут, уже тогда начинается разбирательство. Один свидетель, он не свидетель. Теперь, значит, Всевышний дал возможность каждому еврею выступать в качестве свидетеля и таким образом участвовать в открытии дела против другого еврея. Поэтому, что получается? Вот Сатану на каждого идет поток. Идет поток на каждого. Но этот поток на человека, он как бы чем-то прикрывается. Тут приходит второй, не второй, а приходит первый еврей, то есть он на земле. И начинает говорить, что он на разное язык, чем на кого-то. Что получается? О, уже двое есть. Сатан и этот второй еврей. Поэтому он пишет, что Лошонара обладает способностью превращать человека в свидетеля обвинения, выступающего на стороне Сатана. Представляете? Вообще жуть какая. Тот, кто говорит Лошонара, злоязычие на другого, злоязычие это имеется ввиду правда позорищее другого человека, дает Сатану необходимый материал для возбуждения обвинительного расследования против того, на кого этот Лошонара, злоязычие направлено. Получается, сейчас интересно, более того, в книге Зоар, это по Кавале, сказано, что Сатан использует в своих обвинениях те самые слова, которые один еврей сказал против другого. Получается, что Лошонара не только способствует открытию суда над евреем, но в буквальном смысле вкладывает обвиняющие слова в уста Сатана. Но тут есть очень одна такая штука, поправочка, знаете, такая поправочка очень, очень, как сказать, неприятная для того, теперь понятно нам, кстати, теперь стало понятно, почему говорится, что Лошонара убивает троих, того, кто говорит, того, о ком говорят, и того, кто слушает. То есть, того, кто говорит, понятное дело, что он, он как раз и включает вот этот вот судебный процесс, того, о ком говорят, это он на него привлекает зло, то есть, он включает Сатана, который начинает сразу этими же словами нападать на того, о ком говорят, того, кто слушает, он невольно, невозможно слушать и не впитывать. То есть мозг человека, он по-любому, когда ты слышишь какую-то речь, то ты ее воспринимаешь, и она становится частью твоей реальности. Если ты сразу же внутри не сказал, защита, не верю, не верю вообще, не верю, то ты как будто бы веришь. А если ты веришь, то ты тоже становишься обвинителем в суде. И тут как раз включается самая опасная история. Всевышний дал Сатану еще одну прокурорскую функцию. Как только он получает необходимые материалы для возбуждения уголовного дела на кого-то, ему предоставляется первое слово. И с этого момента он начинает судить, нападать на двоих. Почему? Потому что есть еще один закон. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. То есть тот, кто возбуждает суд на другого, то в этот же момент ему как минимум должно прийти столько же боли и неприятностей, сколько он послал на другого человека. Получается, что вот есть самая известная история в Торе. Это когда Сара сказала Аврааму, пусть Бог нас рассудит. И она включила суд, когда там была история с Агарио и так далее. И она включила суд на него. То есть она говорит Всевышнему, ну давай посудим Авраама. И что, на кого в первую очередь пошел суд? Суд пошел на Сару. И это было очень, ну вот здесь прямо эта схема очень хорошо разъяснена. Давайте теперь вернемся к обычной жизни. Как это экстраполируется на обычной жизненной ситуации. У каждого из нас есть, как сказал царь Соломон, нет садика в мире, который бы не грешил. То есть у каждого есть какие-то моменты, в которых мы нарушаем волю Всевышнего и тем самым создаем предпосылки для следствий этого нарушения. То есть не надо говорить слово наказание. Всевышний никого не хочет наказывать, он всех любит. Но он установил законы, нарушая которые, сам же человек ставит себя в опасную ситуацию. Например, если на красный свет нельзя переходить дорогу, и человек переходит дорогу на красный свет, и его сбивает машина. Машина является наказанием ему. Она не является наказанием, она является следствием того, что он поставил себя на дорогу, по которой ездят машины. Она его не наказывает машина, она его просто сбивает, а на ком ответственность за то, что он вышел на дорогу, на нем. Теперь получается, что когда Всевышний установил законы, то любой человек, ему очень тяжело не нарушить какие-то из этих законов. Теперь, но когда он нарушает эти законы, доброта Всевышнего и его милосердия заключаются в том, что он останавливает наказание, оно не приходит моментально, потому что если бы мир существовал по принципу Дина, да, закона, то тогда мир не мог бы существовать. И поэтому Всевышний, он, есть два его качества, есть гвура, как гвура, это один суд, и есть милосердие, доброта. Теперь суд, это что все работает системно, четко, педантично, мера за меру, причина, следствие и так далее. Это все мера суда. Теперь мера милосердия, она не может отменить суд. Мера милосердия, она может остановить суд. То есть она приостанавливает и дает человеку, как, вот смотрите, как интересно, в судебной системе, когда человек совершает первое преступление, ему обычно дают наказание, которое называется условное. Ему дают условное лишение свободы. Что значит условное лишение свободы? Ему говорят, смотри, у тебя, мы тебя лишили свободы на пять лет, но ты можешь идти домой. Он говорит, почему как-то меня лишили свободы на пять лет, а я могу идти домой. Ему говорят, потому что, если ты не будешь эти пять лет делать никакое преступление, тогда через пять лет с тебя снимается этот срок, ты как будто бы отсидел. Но, если ты в течение этих пяти лет, ты совершишь преступление, тогда с этого момента тебе насчитывается пять лет, и тебе, значит, дадут еще срок за новое преступление. Примерно так же происходит на небе. То есть человек делает преступление, потом ему назначается условный срок, то есть на нем наказание висит. Дальше, если он повторяет преступление, повторяет, ему начинают давать какие-то предупреждения. Но зачем ему дают предупреждения в виде страданий? Чтобы он, то, что называется хазар-бытшива, раскаялся. Он тогда говорит, о, почти, что там неплохо, не туда что-то зашел. Где, где я ошибся? И начинают проверять свои дела. Ох, как же я мог так поступить? Вот настолько сейчас я получаю возврат за то, что я делал. Ай-яй-яй. Все. И он начинает раскаиваться. Раскаялся. Мы знаем уже схему раскаяния. Нужно пожалеть, сожалеть очень сильно, что это сделал. Нужно страдать внутренне самому за то, что ты это сделал. И нужно принять решение, что ты этого делать не будешь. И все это должно быть произнесено вслух. Исповедь. И тогда, значит, тогда, так как само по себе действие, оно же когда-то прошло, осталась только причина действия, это намерение, которое было до действия. И осталось воспоминание о действии. То есть само действие, преступление, оно уже прошло в секунде, в моменте. Все существует только в записях на небе. То есть в записи существует намерение до действия. В записи существует воспоминание о действии. И если человек раскаивается и делает шуву, то есть он говорит, ой, как же я мог так сделать, зачем я это делал, все, больше никогда так не буду делать, новое намерение, то он стирает старый файл и в этом заключается справедливость Всевышнего, что он говорит, да, по справедливости мы дали ему наказание, условное лишение свободы. По справедливости, если он раскаялся по-настоящему, а Всевышний читает сердца, то с него снимается это наказание, как мы знаем, раскаялся или нет, если он в такой же ситуации не согрешил снова, значит красавчик молодец и с него снимается наказание. Так работает Небесный суд, и мы сейчас поняли, что насколько Аллашонара злоязычие включает вот эти вот условные сроки, которые висят над каждым, то есть над каждым висит множество различных нарушений. И когда ты начинаешь судить другого, в этот момент Сатан говорит, ну спасибо, братуха, сейчас мы и этого засудим, ну и тебя мы тоже сейчас начнем разбирать. Все? Значит, как есть, идут хулиганы по улице, такие выпившие, и говорят, давай вот к этим вот перестанем, сейчас мордой им напьем. А один из них такой, меньше выпивший, говорит, а если они нам? Тот говорит, в смысле они нам? Он говорит, ну если они нас побьют. Говорит, а нас-то за что? Нас за что-то бить? То есть так же человек, когда он другого обвиняет, он все время видит в чужом глазу соринку, но он забывает про бревно в своем глазу, которое он не замечает. И часто у человека есть такой, на нем висит вез таких бревен, а он все других обвиняет. Хорошо. Это то, что мы поговорили о том, как избежать суда, а теперь как заработать. То есть есть у нас всегда два процесса. Всевышний же дал нам возможность зарабатывать в виде повелевающих заповедей, и дал нам возможность ошибиться в виде запрещающих заповедей. Ну все честно, все должно быть честно. Теперь, значит, бритмила. Самая главная заповедь на сегодняшний день для евреев это союз обрезания. И союз обрезания настолько важен, что если еврей, мужчина, не сделал обрезания, то ему полагается карет. Карет это отсечение души. А если сделал обрезание, то наоборот, в нем скрыт такой потенциал невероятных плюсов, что если у вас есть в вашем окружении кто-то, кого можно обрезать, и вы хотите в Рошашанау достоиться больших там наград на небе, найдите его и обрежьте. Только это нужно делать очень правильно по технологии, по торе, как Всевышний сказал. И вот здесь я нашел сегодня одну статью интересную. Что меняет бритмила? Почему же это такая важная заповедь? Тоже мы сейчас чуть-чуть глянем в корень этой заповеди, вглубь, почему эта заповедь важна. Значит, первый, кто сделал обрезание, это был Авраам. Авраам, праотец Авраам, он сделал обрезание в 100 лет. Ему было 100 лет. И ему Всевышний сказал почему-то обрезать красную плоть. Что это меняет? Зачем нужно обрезать крайнюю эту плоть? Непонятно. Но мы знаем точно прямо из Торы, что эта операция физиологическая очень сильно повысила уровень пророчества Авраама. До обрезания Авраам не мог воспринять пророческое видение стоя. Он все время падал. То есть человек, которому включался Всевышний в его голове, и он слышал в пророчество, это когда отключается интеллектуальное восприятие мира и включается духовное. В пророке они умели выходить в духовную реальность. И у Авраама после обрезания очень резко увеличивается пророчий дар. До обрезания он падал и вырубался на землю. И точно так же, когда Тора пишет о Беляме, пророк Белям был такой злодей Белям, но ему Всевышний тоже дал пророчество, чтобы показать, что знание духовной реальности никак не обеспечивает того, чтобы человек был праведником. То есть он может знать все про Всевышнего, при этом он может грешить, как Белям, во всем. И вот Белям, который был тоже пророк, он, значит, не мог, он был не обрезанный, и он не мог воспринимать стоя Всевышнего. Он падал или воспринимал ночью во сне. Значит, во время принятого пророчества он падал на землю, так как его связь с материальностью мешала нормальному восприятию видения, видения вот этого духовного мира. Теперь, значит, есть еще тут одна история, я ее пропущу, вы сможете прочитать к описанию уроку, это про Антелоса. Был такой великий его комментарий на Тору, Антелос, это, ну вот он является, ну классика, всегда идет вместе с Торой. Перевод Торой и комментарий на раместе язык. Так Антелос, он был, знаете, тем, он был, он был племянником императора Андриануса. И этот племянник императора Андриануса, он принял иудаизм и стал один из самых великих, великих раввинов за всю историю Торы. И вот он как-то разговаривал, есть известная его беседа со своим дядей, с этим императором римским. И он ему тоже рассказывал, что про обрезание, что вот без обрезания он говорит, учить Тору нельзя, она не открывается. То есть Тора же это тоже не просто информация, и Тора это не просто какие-то слова. Тора это некая высокая духовная реальность, которая человеку открывается как инсайт. Знаете, есть такое слово инсайт, когда человеку озарение там хедушим и так далее. То есть тот, кто не обрезанный, ему Тора открывается на одном уровне. После обрезания, то Тора открывается ему на совершенно, на совершенно другом уровне. Поэтому, поэтому, ну тут дальше объяснение, почему это так происходит. Сейчас. Веленский Гаон в своем комментарии к книге «Сефер и Цера», это книга по Кабале, которую говорят, что ее написал Авраам Авину, да. Он говорит, что Бритмила, союз обрезания, это не просто союз. Это через вот этот союз происходит соединение со Всевышним. Это та самая святость является знаком завета, связывающим между нами и Творцом. И многие, многие евреи на протяжении всей истории еврейского народа, они готовы были жизнью пожертвовать ради того, чтобы сделать обрезание. Поэтому, если, еще раз повторюсь, вы еврей и вы не обрезанный, то вам обязательно нужно успеть дороже шина. Если вы знаете не обрезанных евреев, то, пожалуйста, повлияйте на них, чтобы они вступили в союз Авраама, вот буквально в ближайшее же время. Все. Всем удачи, успехов, прекрасного дня. С Божьей помощью, чтобы было у вас все хорошо. Как говорится, ктива, выходима того, чтобы была у вас хорошая запись в книге жизни, в книге благополучия и хорошая печать. Вот как раз то же самое. Мы, когда говорим лошонарам, мы включаем мера за меру на себя тоже негатив. А когда мы, когда мы желаем друг другу хорошей записи, хорошей печати, всего доброго, то мы включаем мера за меру. То есть, в первую очередь, на благословляющий будет благословленный. Поэтому лучше благословляйте друг друга. И мы, вот я лично и вся команда нашего Икра, мы вас благословляем. Желаем вам ктива, выходима того, хорошей записи, хорошей печати. Все. Счастливо.